Всем привет! Нам с детства читали сказки про принцессы и внушали, что девушки это нежные и хрупкие создания, которых мы должны защищать. Никто нас не предупредил, что от некоторых из них нам самим придется защищаться, если мы вдруг сделаем что-то не то. Сейчас вы увидите женщин, которые точно смогут за себя постоять. Но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Большинство женщин мечтает о том, чтобы мужчины носили их на руках. Но эта девушка поставила перед собой другую цель и совершенно не против, чтобы мужчина сидел, а еще лучше стоял у нее на шее. Если муж этой красотки решит выпить пиво без разрешения, то вряд ли ему это удастся. Суперловкие, очень сильные, невероятно гибкие и экстремально быстрые. Вот такие они, современные супер-женщины. Если вам когда-либо придет в голову назвать женщин слабым полом, сначала отожмитесь больше, чем эта девушка, а потом уже говорите, что собирались. Если вы мечтаете познакомиться с девушкой, у которой шикарная фигура, то и сами должны ходить каждый день в спортзал, а не в булочную. Самураи – это благородные воины, которые прекрасно владеют мечом. Существование воинов женского пола абсолютно противоречило культуре Древней Японии. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что еще в эпоху Средневековья были девушки, которые брали меч в руки и становились искусными воительницами. Если это правда, и женщины-самураи действительно существовали, то Шайна Вест точно является их потомком. Только взгляните, как эта девушка владеет японским мечом. Но даже если кто-то попытается причинить вред Шайне тогда, когда у нее не будет меча при себе, за нее можно не переживать. Только посмотрите, как она владеет ножом. Лучше ее не злить. А еще Шайна прекрасно владеет искусством бадзюцу. То есть отлично управляется шестом или посохом, как его еще называют. Она – настоящая женщина-самураи нашего времени. Самураи никогда не нападут на слабого, но всегда смогут дать отпор тому, кто будет им угрожать. Древние сказания повествуют о сильных богатырях. Но нигде и никогда не говорится, что среди них были женщины. Хотя кто знает. Если вы посмотрите на Дону Мюра, то наверняка согласитесь, что она вполне могла бы быть правнучкой самого Ильи Муромцы. Она запросто тянет автобус, толкает автовоз. Ей не составляет никакого труда сдвинуть с места тяжеленный грузовик. Дон Амур не слишком похожа на принцессу, но она точно королева в тяжелом весе. Во время соревнования богатырей в Шотландии она смогла поднять камни общим весом более 300 килограмм. Еще одним богатырским испытанием было поднятие железобетонных свернобочки. И с этим Дона справилась без особых проблем. Сегодня Дона является самой сильной женщиной в мире. Но если вы думаете, что в этом ее главное достоинство, вы ошибаетесь. Дона – любящая жена и мама двоих детей. Она доказала, что сильная женщина тоже может быть по-настоящему нежной, любящей и заботливой. Конечно же, если женщина может за себя постоять, это одночасно большой плюс. Но можно ли быть сильной и при этом сохранить женственность? Конечно. Девушки, которые занимаются тхэквондо, обычно выглядят не хуже моделей. Но при этом они умеют не только по подиуму ходить, но и защитить себя и своих близких в случае необходимости. У них отличная растяжка. Они быстрые, ловкие и уверенные в себе. Как вы думаете, кем работает эта красотка? Модель? Ведущая? Актриса? Вовсе нет. Она тренер тхэквондо. Пусть хрупкая внешность не водит вас в заблуждение. У этой женщины твердый характер. Она умеет добиваться цели. Эту очаровательную спортсменку зовут Лорен Эдмундс. И анекдоты про блондинок при ней лучше не рассказывать. А это Сара Демьянович. И на этот раз, если вы скажете, что перед вами телезвезда, то не ошибетесь. Сара действительно ведет прогноз погоды на сербском телевидении. Но кроме этого, она профессионально занимается тхэквондо. Такое хобби помогает ей не только прекрасно выглядеть, но и с легкостью справляться с домашними делами, совершать покупки в магазине и, конечно же, набирать подписчиков в Инстаграм. Всем нам хорошо знакомо китайское боевое искусство кунг-фу. Но мало кто знает, что такое нгами. Оказывается, в истории Китая было множество женщин-воинов, которые отстаивали свободу своей страны. Они владели искусством нгами, то есть женским стилем кунг-фу. Не только в прошлые века женщины активно изучали нгами. Множество китаянок и сегодня успешно практикуют этот стиль. Благодаря особой технике, разработанной с учетом особенностей женской физиологии, девушка, которая всего пару месяцев практикует нгами, легко победит крупного мужчину, который пару лет занимается другими видами восточных единоборств. По крайней мере, так утверждают мастерангами. И глядя на успехи некоторых учениц, с этим сложно не согласиться. Эту женщину зовут Челси Маккини, и она просто обожает кроссфит. Поднять подругу вместо штанги – не вопрос. Выполнить приседания с мужчиной на плечах – запросто. Кажется, что этой женщине по плечу не только всю, но и все. Гульжана Кипова из Казахстана признали одной из самых привлекательных спортсменок мира. Девушка является мастером спорта по джиу-джитсу. Интересно, что название этого единоборства в переводе с японского означает «искусство мягкости». Занятия джиу-джитсу не только помогают девушкам защитить себе, но и придадут фигуре более женственные формы. А это Джесси Граф, но она больше известна как женщина-ниндзя. У нее черный пояс под хэквондо, кунг-фу и еще пяти другим видам боевых искусств. Кроме того, она стала чемпионкой по прыжкам в шестом, но популярность к ней пришла только после участия в телевизионном шоу «Американские вои-ниндзя». Многие женщины жалуются, что у них нет времени посещать спортзал. Инструктор по фитнесу Дженнифер Тавернье на своем примере показывает, что заниматься спортом можно всегда и везде. Нет перекладины – не беда, отжиматься можно прямо в дверном проеме. Все свободное время тратите на детей, тогда занимайтесь фитнесом во время прогулки на детской площадке. Рестлинг – это жесткая борьба, которая никак не ассоциируется с женственностью. Тем не менее, некоторые женщины выбирают именно этот вид спорта. Возможно, их привлекает возможность выплеснуть свою агрессию на соперника. Но как бы там ни было, я бы точно не хотел встретить эту женщину в темном переулке. У каждого из нас свои представления о красоте. Кого-то привлекают девушки модельной внешности с обложек глянцевых журналов, а кто-то приходит в восторг от груды мышц на женском теле. Женщины-бодибилдеры много и упорно трудятся над каждым миллиметром своего тела. И результат их тренировок в виде невооруженным глазом. При этом некоторые умудряются сохранить женственность и грациозность. Но удается это далеко не всем. Взгляните на фото этой девушки. Ее прекрасное лицо совершенно не соответствует грубому мужскому телу. Но на какие только жертвы не пойдешь ради результата. А вот этой бодибилдерше удалось сохранить баланс. Эту женщину зовут Грэсиан Барбозе. И формы ее тела многие считают идеальными. А что вы думаете о ее фигуре? Круто или немного перебор? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. Сейчас вы увидите девушку, которая ведет двойную жизнь. После работы она легко превращается в настоящую принцессу-воина. Эту девушку зовут Юань Хэрон, но она больше известна как Чун Ли. И те, кто хоть раз в жизни играл в Стритфайтера, сразу поймут почему. Юань является точной копией одной из главных героинь этой игры. Девушка увлекается бодибилдингом и косплеем, но в реальной жизни она работает врачом. Вот такая вот удивительная разносторонняя личность Юань Хэрон. Каждая женщина хочет прекрасно выглядеть в любом возрасте. Поэтому не стоит думать, что спортом занимаются только в молодости. Наоборот, чем старше человек, тем больше ему стоит обращать внимание на свое здоровье. А спорт – это прекрасный способ улучшить самочувствие, настроение и продлить жизнь. Эту женщину зовут Джоан Макдональд, и в спортзале она легко утрет нос молодежи. Зато ее ровесница Лорен Брузон может составить ей достойную конкуренцию. Ведь она давно и серьезно занимается кроссфитом. Глядя на этих женщин, совсем не страшно стареть. На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить!